Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Гасснатин. Сегодня мы тонизируем внимательно, пожалуйста, голень, стопы и колено. С правой и с левой стороны. Сразу мы видим, потому что точка В27, самоча уж шула. Во-первых, точка парная. Ну, здесь много ума не надо. Посмотрим колено. Меридиан мочевого пузыря. Голень через вторичную связь с точкой ВБ39. Общий лов всех трех янских меридианов. Ну и стопы, пожалуйста, мы видим, что контролирует тоже меридиан мочевого пузыря. Итак, помните, меридиан мочевого пузыря тоже может быть слабый. И слабость данного меридиана может соответствовать, что с различным болем, травмом, ушибом от коленного сустава, стопы, голени. Человек перенес операцию, у человека отеки, опухоли, голени, стопы, коленного сустава и не только. Также сюда входит и любая боль. Мы сразу говорим, что данная точка В27 Сяучао-Шу, во-первых, уступает точкой скорой помощи. То есть, расслабляя данную точку, мы убираем любую боль в голени, в стопе и в коленном суставе. Снимаем любую опухоль, помогаем снять. Любые отеки, любые ушибы, но и травмы тоже сюда. Но не забывайте, вы не имеете права злоупотреблять данную точку, это первое. Во-вторых, вы должны помочь воле не в стопе и коленному суставу на первом этапе, а потом провести диагностику 12 меридианов. Почему? Потому что не только нижние конечности у нас работают как единое целое, еще и верхние конечности. Нужно знать, в каком состоянии вся меридианная система. И что? И привести их нужно, эту всю меридианную систему, в норму. Вот и все. Все элементарно просто. Данную точку вы расслабляете. Спасибо за внимание.